Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Военнослужащие из Рощинского в составе миротворческой бригады отправились в Нагорный Карабах. Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме пожелал им сил и удачи. Дистанционное обучение продлили. Система ограничений в общении школьников позволила снизить уровень заболеваемости. Спектакль «Скрипка Ротшильда» Московского театра юного зрителя увидели жители региона. В Новокубышевске во второй раз прошел фестиваль «Золотая маска». Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме пожелал удачи и сил военнослужащим из Рощинского, которые в составе миротворческой бригады отправились в Нагорный Карабах. 10 ноября между Арменией и Азербайджаном было заключено перемирие. Но обстановка остается все еще непростой. Контролировать прекращение огня будут российские миротворцы. Большинство из них составляют военнослужащие Центрального военного округа. Переброску войск и техники, а также развертывание миротворческого контингента Российской Федерации в районах выполнения задач контролирует Национальный центр управления обороной. Его начальник генерал-полковник Михаил Мизинцев поставил задачу дежурным сменам непрерывно контролировать создание авиационной группировки и организацию воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации. А также доставку подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. Организовано взаимодействие с Федеральной таможенной службой, погранвойсками, ФСБ, Россией, МВД и Росавиации. Заявленные страны подтвердили открытие воздушного пространства для пролета самолетов военно-транспортной авиации России с миротворческим контингентом. Дежурному генералу провести уточнение графика полетов воздушных судов, обеспечить одновременную работу двух групп самолетов Ил-76 в каждой по три воздушных суднах. Интервал между группами не более трех часов с использованием воздушного пространства обоих заявленных стран. С первых минут получения приказа на создание российской миротворческой группировки организована переброска личного состава техники и материальных средств на аэродром вылета Ульяновска-Восточный. Национальным центром управления обороны обеспечено взаимодействие военной полиции, ГИБДД, администрации районов на оперативное и беспрепятственное передвижение воинских колонн подразделений 15-й миротворческой бригады в район сосредоточения аэродром-погрузки. Контроль движения всех воинских колонн, совершавших марш своим ходом на расстоянии около 250 километров, осуществлялся непрерывно. Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме для выполнения задач в зонах вооруженного конфликта. Все военнослужащие бригады – это военнослужащие по контракту, с хорошей подготовкой, с поставленной задачей справимся. Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Их доставляют самолетами военно-транспортной авиации Ил-76. Основу российского контингента составит подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. По договоренности со сторонами конфликта российские наблюдательные посты появятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном-Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Виктория Шарая, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 217 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 19 078. Самый низкий процент заболевших в возрасте от 7 до 17 лет. Областные власти связывают это с дистанционным обучением, на которое перешли многие школьники. В Самаре прошло очередное заседание штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Какие ограничительные меры были приняты в нашем сюжете. Снижение заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю было зафиксировано в двух возрастных группах. От 7 до 14, от 15 до 17 лет. По остальным возрастам идет рост показателей, в том числе в группе 65+. Поэтому на оперштабе было принято решение продлить дистанционное обучение старшеклассников еще на неделю. С такой инициативой выступил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Снижение заболеваемости произошло именно в этих группах, которые на этот период находились на дистанционном режиме. Это именно те группы, которые уже приближаются к взрослому населению, заболеваемость среди которого существенно высока, и мы видим. И опасения за профессорско-преподавательский состав. Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что коечный фонд в регионе сохраняется на прежнем уровне. Подготовлен резерв в первую очередь из 300 коек. Но пока острой необходимости его вводить нет, поскольку остаются свободными 600 коек и мест. Поэтому сейчас на резервных местах продолжают оказывать другие виды медицинской помощи с учетом двухдневной готовности к развертыванию под COVID-19. Также на заседание штаба была вызвана заместитель главного врача по медицинской части больницы Середавина Елена Войщева. Ее попросили сообщить, сколько времени уходит на госпитализацию пациентов. По словам заместителя главврача, около 45 минут. Это время оформления документов и КТ-исследования. Однако глава региона усомнился в этой цифре. Если у вас 15 человек в очереди на КТ, на каждого нужно 45 минут. То у вас получается, я еще раз говорю, как не считай, 7 часов человеку ждать. Объясните мне, что я неправильно считаю. У вас компьютерных томографов не 5 штук. Работает в районном покое один. На него нужно полчаса. На 15 человек 7,5 часов. Где я ошибаюсь? Это время ожидания одного пациента. То есть в среднем это время ожидания. Остальные пациенты... Это время обследования и оформления. А остальные ждут это время. И значит, они все это время находятся в приемном покое. Я правильно понимаю, Елена Анатольевна? Мне нужна честная и правдивая информация. Как на самом деле обстоит дело. Для того, чтобы принимать управленческие решения. Мне не нужно выдуманных минут. Когда часами время ожидания исчисляется. Не нужно этого делать. Дмитрий Азаров поручил больнице использовать опыт тольяттинских коллег. Кооперативно задействовать второй компьютерный томограф в дополнение к тому, что в приемном отделении, когда требуется быстро госпитализировать пребывающих пациентов. Значительная часть больных ковид-инфекцией, ОРВИ, пневмонии лечится амбулаторно. Более 15 тысяч. С 5 ноября по поручению губернатора началось их обеспечение бесплатными лекарственными препаратами. На их закупку направлено более 60 миллионов рублей из регионального бюджета и 111 миллионов рублей федеральных денег. Виктория Шарая. События. Еще 465 самарских семей планируется отселить из аварийного жилья до конца 2021 года. Они станут участниками второго этапа расселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Закупка новых квартир уже началась. Областной Минстрой подтвердил софинансирование на предстоящий период. У жителей аварийных домов есть выбор, куда именно уехать. При желании участники программы могут вместо предлагаемых квартир получить денежную компенсацию. 348 семей станут новоселами уже до конца этого года на первом этапе отселения. Горожан обеспечивают такой жилплощадью, чтобы она была не менее той, что в аварийном фонде. Поддержка предоставляется сейчас на отселение граждан из тех многоквартирных домов, которые в период до 1 января 2017 года в установленном порядке получили статус аварийных и подлежащих сносу либо реконструкции. Сегодня итоги реализации программы, а также в целом вопрос улучшения жилищных условий горожан обсуждали на совещании в мэрии. В результате проводимой работы с 2011 по 2020 годы улучшили свои жилищные условия 2173 семьи за отчетный период 376 семей. Наибольшее количество переселенных семей произошло в рамках государственной программы развития жилищно-строительства Самарской области до 2022 года, утвержденным постановлением правительства Самарской области номер 184 за отчетный период было принято 130 семей. Очередной рейд по контролю и соблюдению масочного режима на транспорте провели сотрудники полиции совместно с дежурными городского штаба ДНД и представителями компании-перевозчика. Большинство пассажиров ведут себя дисциплинированно и используют средства индивидуальной защиты. Тем не менее, некоторые горожане правилами пренебрегают. Начиная с октября этого года на нарушителей было составлено и передано в суд 68 административных протоколов. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Будьте добры, сойдем с трамвая. Надо, когда уже входите, уже быть в маске. На первую пару в университет этот молодой человек сегодня опоздал. Кириллу Пескаеву всего лишь нужно было надеть маску при входе в трамвай. Но из кармана своей куртки он достал ее поздно. Был красный светофор, почти красный. Мне оставалось 5 секунд, чтобы сесть в трамвай. Я добежал, вошел. Пока достал кошелек, пока я оплатил, пока сел. Даже я не успел маску надеть, понимаете? Я вам объясню, почему я не успел. Срежиссу, индивидуальная защита дыхания, а именно маска в данный момент. Это как минимум просто. Это надо соблюдать. В следующий раз я буду более осторожен, хорошо? Аргументы студента полицейских не тронули. На молодого человека был составлен административный протокол, штрафные санкции по которому определят в суде. Начиная с 1 октября этого года на жителей Самары составили 70 административных материалов. Ежедневные рейды на пассажирском транспорте в утренние и вечерние часы пик проводятся совместно с сотрудниками Департамента транспорта администрации Самары, компаниями-перевозчиками, дежурными городского штаба ДНД и полицейскими. По наблюдению ревизоров, благодаря постоянным проверкам, большинство пассажиров ведут себя дисциплинированно, стараются не нарушать закон и использовать средства индивидуальной защиты. Раньше мы выявляли больше людей без маски, сейчас подходит транспорт, мы видим, что пассажиры все уже сознательные, все сидят в ней. В метрополитене чуть попроще эта ситуация, там режим турникетный, то есть прям подходит человек на станцию, если у него маски нет, его просто не допускают в метрополитен. Ежедневными проверками охвачены все виды пассажирского транспорта, автобусы, включая маршрутки, а также трамваи, троллейбусы и метрополитен. Организаторы и участники рейдов следят и за экипировкой сотрудников транспортных предприятий, работающих на линиях, контролируют, чтобы маски и другие защитные средства были надеты. Особое внимание сейчас уделяют и системам отопления, проверяют уплотнители и аккумуляторные батареи. В ходе рейдов работают сообща, вне зависимости от того, к какой транспортной компании относятся. Мы заходим в трамвай, наши коллеги заходят в автобус и все проверяют. У нас у всех единая, скажем так, задача, чтобы все пассажиры и наш личный состав соблюдали требования. Рейды по соблюдению масочного режима на транспорте идут в ежедневном режиме, в будние и выходные дни. За эту осень из наземного общественного транспорта пришлось высадить 759 нарушителей. К поездкам в метро не допустили 7754 человека. Самарцам очередной раз напоминают, приготовить маски необходимо заблаговременно, еще при входе в пассажирский салон. В противном случае нарушителям грозят административные протоколы и, как следствие, штрафы от 1000 до 30 тысяч рублей. Ольга Павлова, Константин Головин. События. 12 роженец выписали из родильного дома больницы имени Семашко. Пять из них стали мамами впервые. В связи с этим каждая семья получила подарочный набор для первенца «Наше сокровище». Напомню, подобные меры поддержки новоспеченным родителям действуют в Самарской области с 1 января по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. С пополнением поздравила самарских мам и пап Гульфия Сафина. Волнение и радость скрыть на лице невозможно. Константин Трофимов своего сына, первенца, сегодня видит и держит на руках впервые. Такое признается не забыть никогда. Вместе с тем рождение малыша – это и немалые траты, рассказывают молодые родители. Коляску, кроватку, пару игрушек и ползунки уже приобрели заранее. Приятным подарком при выписке стал набор «Наше сокровище». Такие в Самарской области с начала года выдаются всем родителям первенцев по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Несомненно, подарок очень хороший. Нам действительно понравился. Вещи достаточно нужные в первые дни для ребеночка особенно. И большая поддержка молодым семьям, которые обрели первенца. В наборе все самое необходимое в первые месяцы жизни младенца. Одежда и пеленки, средства гигиены, подгузники, фотоальбом и даже флеш-карта для хранения первых фотографий. Все самарского производства. Красочный контейнер из качественного пластика можно использовать как ящик для игрушек. Роды вместе с тем, что это очень радостные события в семье, что это знаковые события в семье, тем не менее это сопряжено с большими затратами, поскольку даже такой маленький новорожденный ребенок требует определенных условий своего выращивания и так далее. Поэтому вот этот подарок, который вручается первобеременным женщинам Самары и Самарской области, я думаю, что является существенным подспорьем. Общая стоимость одного набора для новорожденного – 10 тысяч рублей. Если в семье рождается двойня или тройня, подарок дают каждому. Полагается он только жителям, зарегистрированным и проживающим в Самарской области. За этот год подобные наборы получили более 8300 малышей. Несмотря на то, что по оценкам экспертов, сложившаяся экономическая ситуация оказалась сложнейшей в современной истории, в Самарской области не отказываются ни от одного из социальных обязательств. А в 2021 году расходы планируют увеличить. Кульфия Сафина, Константин Головин. События. Электромобили станут доступнее к 2024 году. Каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новый автомобиль эконом-класса. А отсрочку по налогам для пострадавшего малого и среднего бизнеса продлили до конца года. Обо всем подробнее в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса, будут действовать до конца года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомню, что в перечень пострадавших попали предприятия в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, развлекательной сферы и спортивной. Отсрочка будет действовать и для предприятий в области организации конференций и выставок. Самарская область одной из первых начала разработку антикризисных мер. Гарантийный фонд региона выдал более 170 микрозаймов на общую сумму 316 миллионов рублей. Ассоциация банков России предложила создать единую систему борьбы с мошенниками, которая позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счетов клиентов. По словам банкиров, система, которая действует сейчас, тратит слишком много времени на обработку информации. При этом обычно мошенники уже в течение часа снимают деньги с карты, на которую они были выведены, и вернуть их банк уже не сможет. Около половины среднестатистических семей могут приобрести в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью полмиллиона рублей в девяти российских регионах. В основном это северные области Магаданская, Сахалинская и края Ямало-Ненецкие, Чукотские, Хантамансийские, Камчатские, а также Москва и Санкт-Петербург. Аналитики объясняют это наиболее высоким уровнем зарплат большим количеством молодых семей без детей. Наименее доступны новые машины стоимостью 550 тысяч рублей жителям Северного Кавказа. В целом же по России каждая четвертая семья может позволить себе купить новый автомобиль эконом-класса. Электромобили станут доступнее. Как прогнозируют швейцарские аналитики, затраты на производство электрокаров снизятся к 2024 году. За счет того, что значительно подешевеют батареи – самый дорогой элемент так называемых зеленых автомобилей. А значит, производить машины на электротяге будет не дороже, чем автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Это повысит популярность экологичного транспорта, полагают исследователи. Они считают, что уже через пять лет электромоторами будут оснащены 17% всех автомобилей мира, а через 10 лет – почти половина. Еще одним фактором в пользу электромобилей станет запрет на бензин и дизель, который планируют ввести в странах Европы. Раньше всех это собираются сделать в Норвегии уже в 2025 году. Официальный курс доллара на 17 ноября – 76 рублей 92 копейки, американская валюта снизилась на 40 копеек. Евро – 91 рубль и 17 копеек, европейская валюта потеряла 15 копеек. Черное золото растет в цене нефть марки Brent на 16 часов 16 ноября стоит 43 доллара и 63 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За 10 месяцев этого года сотрудники ГИБДД Самары зафиксировали более 140 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Большая часть аварий произошла по вине автовладельцев и пришлась на темное время суток. Чтобы минимизировать риск на дорогах в рамках городского проекта «Дорога. Человек. Автомобиль» с детьми проводят профилактические занятия на тему безопасности дорожного движения. Читают лекции, учат делать светоотражающие наклейки. Вместе с учениками самарских школ правила дорожного движения вспоминала Ольга Павлова. Наклеивается вот такая наклейка. Получается красивый светоотражатель. На первый взгляд это забавные светоотражающие наклейки в виде смайлов, но сделаны они не для того, чтобы улыбаться прохожим и своему владельцу. Фликеры, именно так их называют, помогут уберечь детей от травм на дорогах. Совместно с волонтерами и сотрудниками ГИБДД ученики 36-й самарской школы вспоминают правила дорожного движения, учатся безопасно вести себя на городских магистралях и мастерят светоотражающие наклейки самостоятельно. С наступлением осени и сокращением светового дня количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних существенно возросло. Работа по профилактической деятельности в образовательных учреждениях ведется регулярно. Кроме классных часов, на которых ежегодно, особенно в начале учебного года, проводятся напоминания о необходимости соблюдения правил дорожного движения, также во всех школах оборудованы специальные стенды. В период дистанционного обучения наши педагоги направляют детям онлайн ролики, в которых непосредственно транслируется пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов проводятся в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самары на 2016-2020 годы. На профилактических уроках они проходят в игровой форме, детям в очередной раз напоминают о правилах поведения на магистралях города и просят не игнорировать пешеходные переходы. Категорически запрещено перебегать дорогу в неположенном месте, перепрыгивать через спецограждения, передвигаться на самокатах, велосипедах и роликах по проезжей части. Хочется отметить, что практически 40% дорожного транспорта происшествия происходят в сумерку. И возможно, что водители не успевают детей увидеть на проезжей части. Поэтому такие мероприятия очень важны. На таких мероприятиях мы учим детей основным правилам дорожного движения и использованию свето-возвращающих элементов. Особо опасное время для автовладельцев и пешеходов – зима. В ГИБДД в очередной раз напоминают – нужно быть на чеку. Водителям вовремя необходимо сменить авторезину, а родителям заранее побеспокоиться о наличии светоотражающих элементов на одежде детей. Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самары на 2016-2020 годы завершится в конце декабря. Но уже с января 2021-го начнет функционировать в новом формате. Как и прежде, детей ожидают игровые квесты, дистанции «Айболит» и «Колесо безопасности», а также прохождение препятствий на самокатах и велосипедах. 80 кинолент стали номинантами фестиваля документальных фильмов «Соль земли». Конкурсные работы представлены в пяти номинациях. В этом году целый ряд фильмов посвящены Великой Отечественной войне. Поволжский историко-культурный фонд и администрация Самары подготовили фото-выставку «Война сквозь объектив», посвященную фронтовым корреспондентам и операторам. Ее можно будет увидеть на сайте фестиваля. В этом году он будет проходить в онлайн-формате с 18 по 21 ноября. Выступления гостей и участников можно смотреть на сайте сольземли.самара.ру. За 13 лет фестиваль документальных фильмов прочно вошел в культурно-образовательное пространство региона и стал символом Самары. В Новокубышевске прошел фестиваль «Золотая маска». Артисты московского тюза представили спектакль «Скрипка Ротшильда» в постановке Камы Гинкаса с участием народных артистов Валерия Баринова и Игоря Ясуловича. Какие проблемы затрагивает режиссер постановки, которая получила две премии «Золотая маска», расскажет Елена Малютина. Какие страшные убытки! Народный артист Валерий Баринов играет главную роль. Угрюмого гробовщика, который обижается, что люди умирают слишком редко. Не дрогнувшей рукой, он сделал гроб еще живой жене, но после ее смерти не смог прожить и двух дней. Еще одна сюжетная линия прослеживается и во взаимоотношениях Якова и скрипача, грустно исполняющего даже самую веселую музыку. За это гробовщик его ненавидел, но после смерти именно ему завещал свою скрипку. Я чувствовал дыхание зала, ритм, в котором мы существовали. Все, кто был в зале, это были наши партнеры. Это удивительно. Вот отсюда все и шевелится, все поднимается и все. И гробы эти по 100 килограмм, которые падают и держишь. И партнершу поднимаешь, подбрасываешь. Артисты московского тюза спектакль «Скрипка Ротшильда» не играли год из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Когда появилась возможность исполнить его снова, приступили к работе с удовольствием. В Новокуйбышевский фестиваль «Золотая маска» проходит во второй раз. Впервые проект состоялся в 2018 году. И помимо спектаклей включал обширную образовательную программу и круглый стол, посвященный театрам малых городов. В проведении гастролей участникам фестиваля «Золотая маска» помогает театр-студия «Грань». Ему в этом году исполняется 50 лет. Показ постановки «Скрипка Ротшильда» приурочен к юбилею. Театр «Грань» трижды становился номинантом Российской национальной театральной премии. Стал обладателем двух золотых масок. Неоднократно участвовал во внеконкурсных программах фестиваля. Живающих посмотреть спектакль было много, но из соображений безопасности количество билетов ограничили. Мы действительно очень рады приезжать в ваш город. Уже второй наш проект состоялся в Новокуйбышевске. И нас с театром «Грань» связывают очень давние и теплые отношения. Это не только фестиваль «Золотая маска» в Москве, где театр «Грань» по праву служил две макрады, две премии. Принес он в ваш город. Но и те региональные проекты, которые мы реализуем. Очень рады, что у нас такое взаимовыгодное сотрудничество. Спектакль завершился бурными аплодисментами. Зрители не отпускали артиста в течение 15 минут. Елена Малютина, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить, что у нас уже более 33 тысяч подписчиков на YouTube. Заходите на наш сайт и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok